МИХАИЛ НАИМИ КНИГА МЕРДАДА Необыкновенная история монастыря, который когда-то назывался Ковчегом. ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ О МОЛИТВЕ МЕРДАД Молитвы ваши тщетны, когда вы молитесь любым другим богам, но не себе. Ведь сила, что притянет, она же оттолкнет. И эта сила у вас. И все, что к вам придет, и все, что вас покинет, находится не где-нибудь, а в вас. Умение получить – отдать умение. Где голод, там и пища. Там, где пища, должен быть и голод. Страдать от голода же, значит наслаждаться блаженством наполнения. Да, в желании таится исполнение желания. Разве ключ не подтверждение тому, что где-то есть замок? А если есть замок, так значит, где-то есть и ключ? Поскольку же и то есть и другое, то где-то рядом две. И если ключ вы где-то потеряли, не торопитесь к мастеру бежать. Свою однажды сделал он работу, и сделал хорошо. Зачем просить его об одолжении проделать вновь работу ту? Оставьте мастера, займитесь сами делом. Теперь же занят он. Освободите память от словония мусора, и вы найдете ключ. Когда неописуемый, невыразимый словами Бог вас выразил, воссоздал, то выразил себя он в вас. Поэтому и вас словами невозможно описать. И не частицей Бога своей он наградил вас. Ведь нельзя делить его на части. Всего себя он в вас вложил. Чего же большего хотелось вам в наследство? И кто или что вам сможет помешать вступить в права? Лишь только трусость ваша до слепота. И все же не желая благодарить за данное наследство, не ведая, как способ тот найти, чтобы вступить в его права. Слепые люди, он неблагодарный. Его смешать готовы с грязью. В него сливают все зубные боли и боли в животе. Все неудачи в торговле и в семье. Все свои ссоры, желание отомстить, свою бессонницу и скуку. Другие же считают его шкатулкой, где полно сокровищ. Откуда можно вынуть любую безделушку, лишь только захоти. В ранг щитовода его возводят третьи. Им кажется, что должен он ввести подсчет не только их долгам, учитывать не только тех, кто должен им. Но также собирать долги, отчет предоставляя богатый и приятный. Сколько разных податей на Бога налагают люди. Но мало кто подумает о том, что если бы Бог и вправду был так занят, то он, скорее всего, все сделал сам бы и не нуждался в том, чтобы подгоняли или напоминали о задании. Вы что напоминаете ему о том, что Солнцу уж пора вставать, и что Луне пора исчезнуть? Напоминаете ли вы ему о зернышке, растущем в поле? А может, вы напомните ему о пауке, что мастерски плетет себе приют? Или о птенцах в гнезде напомните ему? Напоминаете ли ему вы о бесчетном количестве вещей, что наполняют бескрайнюю Вселенную? Зачем тогда вы память засоряете ему своими нуждами пустыми? К чему навязывать себя ему? Или думаете вы, что он вас меньше любит, чем зернышко птенцов и паука? И почему своих даров не ждете вы спокойно, как это делают они? Смиренно не идете по делам, без суеты, кали на преклонение, не возводя вверх руки и не заглядывая в завтра с содроганием? И где ваш Бог, которому кричите вовухо вашей прихоти желания, хваляя и лжавусь? Не вас ли он? И разве его ухо не ближе к устам вашим, чем язык ваш к небу? От Бога вам дана Его Божественность. Она в вас семенем заключена. И если Бог, вложив в вас это семя, заботился бы только о Божественности, а не о вас, чего бы вы стоили тогда? И в чем была бы ваша жизнью цель? А если бы не нужно было исполнять вам миссию, за вас ее исполнил Бог, чего бы стоила тогда вся ваша жизнь? Зачем, скажите вам, тогда молиться? Не Богу доверяйте вы своей бесчетной заботой и надеждой. Его вы умоляете не открывать те двери, от которых он вручил вам ключ. Простор ищите в сердце вы своем. Ведь в сердце широте и есть тот ключ, что тамкнет в любую дверь. И в широте же сердца есть все то, что вашу жажду утолит – добро и зло. Могущественный Мастер придет на помощь к вам. Как только его призовете, он выполнит любую вашу прихоть. И если вы дадите инструменты, проявите вы мудрость в обучении его, приказ без страха отдадите, то сможет он и вечности достичь, и смыть преграды все и все барьеры. А если инструменты плохи те, и не приручен он, и с робостью приказ вы отдаете, то либо будет попусту кружиться он в облаках, либо суетно отступит перед первым испытанием, потянет за собой шлейф полнейших неудач. И нет другого Мастера-Монахи, чем маленькие красные тельца, бегущие стремительно по венам. И каждая из них полна чудесной силой. И каждая вернейшая есть отчет всей вашей жизни и вообще всей жизни, ее всех сокровенных проявлений. И в вашем сердце Мастер тот живет. И сердце же он действует. Вот почему так сердце воспевает. Оно исторгнет слезы радости и горя. В нем прячутся все страхи смерти, все страхи жизни в нем живут. Ваши желания и мечты – то инструменты Мастера. Ваш ум следит за дисциплиной, приказы ваша воля отдает. Когда ж научитесь снабжать свою вы кровь одним желанием, которое затмит все остальные, доверитесь одной лишь мысли, не отвлекаясь на другие, и в едином порыве воли отдадите вы приказ, тогда желание точно воплотится. Как достигает святости святой? Ничем иным, как только кровь очистив от мыслей и желаний со святостью несвязанных, направив их неколебимой волей искать лишь только святости одной. Я говорю вам, каждое желание святое, и каждая святая мысль, и каждый святой порыв воли и изъявления с Адамой до наших дней спешит на помощь человеку, который жаждет святости достичь. Всегда так было, что вода ищет море, луч света ищет солнце. Как же убийца совершит убийство, как не наполнит кровь свою он жаждой смерти? Не выстроит он клетки крови плотными рядами предплетием мысли, убийственно настроенной, и не отдаст приказ он волей, что жалости не знает, приказ произвести тот выстрел роковой. Я говорю вам, что любой убийца, от Кайна до наших дней, стремится сам упрочить ряды той армии людей, что так опьянены убийства жаждой. Всегда так было, что вороны друг друга ищут, гиены тоже стаями живут. Молиться – это значит наполнять одним желанием кровь, одной мыслью и единой волей. Это значит себя настроить, быть в гармонии полнейшей с тем, о чем вы молитесь. Планета эта, во всех подробностях запечатленная в сердцах ваших, вздымается волнами изменчивых воспоминаний обо всем, что видела она со дня рождения. Ни слова одного нет или дела, ни одного желания или вздоха, нет ни одной сейминутной мысли или мимолетного ведения, ни выдоха, ни тени, ни иллюзий, которых не включало б ваше сердце уже, и там они приводят до скончания времен. Настройте сердце вы на что хотите, и тут же исполнение желания на струнах его бросится играть. Не нужен рот или язык, чтобы молиться. Вам нужно сердце тихое, что бодрствует. Вам нужно лишь одно желание, мысль одна и воля, что на миг не усомнится. В словах нет пользы, если в каждом слоге нет сердца пробужденного. Коль сердце присутствует и бодрствует, то языку бы лучше поспать или за устами схорониться. И храмы не нужны вам, чтобы молиться. Не может кто храм в сердце отыскать, не сможет обнаружить сердце в храме, куда бы ни пошел он. Но большинство людей еще покуда брошены на произвол судьбы. Им хочется молиться, но они не знают как. Они молиться могут лишь словами, но сами их найти не могут. И молятся они словами теми, что вы даете им. Они теряются, приходят в ужас перед простором сердца своего. Поэтому нужны им стены храма и толпы тех, что им во всем подобны. Лишь так они спокойствие обрящут. Пусть возводят они храмы, пусть молитва распевают. Но вы и те, кому откроюсь я, молитесь вы о понимании. Ведь только жажда понимания утолится. Все остальное не наполнит вас. Запомните, что к жизни ключи из слова творящие. Оно же открывается любовью. Любовь приходит с пониманием. Наполните вы сердце свое этим. Не утруждайте свой язык словами. Снимите с себя груз молитв. Освободите себя от рабства всех богов, которые пленили вас дарами, которые ласкают вас одной рукой, другой же вас терзают, которые довольны и добры, когда им молятся и восхваляют, но гневаются и жаждут мещения, когда их осуждают. Что не слышат, если не взывать к ним и не дают, коль не попросите. А наградив вас чем-то, об этом же жалеют. Чей ладан ваши слезы, чья слава, то ваш стыд. Освободите сердце от таких богов, чтобы одного найти в нем, того, кто вас собой наполнил. И станете тогда и вы полны. Бенон. То говоришь ты о человеке, как о всемогущем, то как об оставленном на произвол судьбы. Мы остались в тумане, как и прежде. Глава 14. Беседа между двумя архангелами и беседа между двумя архидемонами о безвременном рождении человека. Мирдат. В момент безвременной рождения человека архангелы на верхнем полюсе Вселенной вели беседу эту. Сказал архангел первый. Младенец дивный на земле родился и воссияла она светом. Второй же молвил. Славный король родился в небесах, и небеса затрепетали в радостном волнении. Первый. Он плод в сиянии земли и неба. Второй. И вечный он союз, отец, мать и дитя. В нем возвеличилась земля. В нем небо подтвердилось. День спит в его глазах. Ночь в сердце пробудилась. А грудь его гнездо ветров. А горло лона песен. Руками горы может он обнять. А пальцами потрогать звезды. Моря шумят в его костях. И солнцем кровь его полна. Уста его есть кузница и форма. Язык же на ковальне есть и молот. А ноги его скованы цепями завтрашнего дня. А в сердце его ключ от тех цепей. Во мраке и грязи дитя растет. Зато завернуто оно в пеленки вечности. Как Бог владеет он секретом цифр всех. Как Бог он знает тайну слов. Все цифры знает он, кроме одной. Священной. Которой и первой, и последней является. Со всеми он знаком словами. Но одного не знает слова. Животворящего. Что первым и последним является. Узнает он и цифру, и слово то. Но только если перестанет он блуждать среди пустынь пространства бездорожных. Если взгляд свой кинет за пределы времени. Чудесное, чудесное дитя земли. О славный, славный король небес. Ему дал имя человека безымянный. Он безымянному дал имя Бога. А человек есть слово Бога. Бог слово человека. Хвала тому, чье слово человек. Хвала тому, чье слово Бог. Сейчас и вечно. Везде и здесь. Так говорили два архангела на верхнем полюсе Вселенной в момент рождения человека неизвестный. И два архидемона на нижнем полюсе Вселенной вели беседуэту. Первый архидемон сказал «Неистовые ряды пополнил наш воин, и с помощью его мы сможем победить». Второй архидемон сказал «Родился трус, трясущийся и жалкий. Пороки и измена написаны на лбу его. Ужасен в страхе он своем о преступлениях». Первый. Дико бесстрашен взгляд его. Второй. Слез и смирения сердца его полно. И все же страшен он в смирении и в слезах. Остер и проницатель инум его. Ленив и без толков слух его. Опасен он в ситу постеления. Но руки его быстрые и ловки. А ноги неуклюжие и рабки. Чудовищна его пассивность. Нерешительность тревожна. Наш хлеб для нервов его будет сталью. Наше вино огнем охватит кровь его. Он забросает нас хлебами, как камнями. Кувшина же с вином он разобьет о наши головы. Но станут боевою колесницей и желание хлеба, жажда да вина. Его неукротимый голод, жажда неутолимая дадут непобедимость. В нашем лагере подымет он восстание. Но колесницей будет править смерть. Со смертью в колеснице бессмертным станет он. Разве смерть ведет его к чему-то, кроме смерти? Смерть его страданий вечных настолько будет для него желанна, что в лагерь жизни приведет его. Смерть предатель смерти? Жизнь и жизнь верна. Его уста мы раздразним плодами редкими. Но плод иной захочет он ответить, что не на этом поле все взращен. Мы соблазним его глаза и обоняние цветов, прекрасных нежным ароматом. Но будет взгляд его искать цветов других, а обоняние запаха другого. Мы музыкой далекой и сладкой станем слух его ласкать. Но повернется к хору он другому. Страх сделает его рабом для нас. Надежда защитит его от страха. Боль покорит его. А вера освободит от боли. Мы сон его наполним кошмарами, сбивающими с толку. Обдение часы затмим тенями. Разгадай загадки те его воображения. Растают тени. Но можем мы считать его одним из нас. Считай его одним из нас, как хочешь. Но и противником его считать ты должен. Но может ли он быть одновременно за нас и против нас? Он одинокий воин. А враг его единственный, его же тень. Как ляжет тень, так битва повернется. Когда тень впереди его, он с нами. Когда же позади, он против нас. Так что ж держать его спиной к солнцу? Но кто удержит солнце за спиной? Загадочен тот воин. Загадочный тень его. Сколь славен ты, о, одинокий рыцарь. И одинокая, сколь славна тень. Хвала ему, когда он с нами. Хвала ему, когда он против нас. Сейчас и вечно. Здесь и везде. Так говорили два архидемона на нижнем полюсе Вселенной в момент рождения человека, неизвестный. Мастер говорит об оскорблении и о том, что значит оскорбленным быть. О том, как сохранить священное понимание в мире. Мастер произнес последнее слово, и в ту же минуту чья-то тень появилась у входа в пещеру. Мы увидели грозную фигуру старейшины. Он затмел с собой свет и перекрыл нам воздух. В голове моей пронеслась мысль о том, что фигура у входа – это те два архидемона, о которых нам только что рассказывал мастер. Глаза старейшины пылали, борода разбивалась на ветру. В ярости бросился он к мастеру и схватил его за руку, пытаясь вытолкать из пещеры. Шамадам Я слышал все, все, что породил твой подлый разум. Через твой рот изливается яд. Твое присутствие поражает тяжким недугом. Как старейшина ковчега я приказываю тебе, убирайся немедленно вон. Но мастер, хоть и был хрупкого телосложения, не шелохнулся. Как если бы он был великаном, а Шамадам – ребенком. Он взглянул на Шамадама и спокойно произнес. Лишь тот имеет право высылать другого, кто обладает властью принимать. Разве ты, Шамадам, принял меня в братство? Шамадам Твой жалкий вид тронул мое сердце, потому я тебя и впустил. Мердат Мою любовь своей ты тронул жалостью. И вот я здесь, со мной моя любовь. Но ты, увы, ни здесь, ни там. И тень твоя лишь носится повсюду. А я пришел собрать все тени и спалить их в свете солнца. Шамадам Я был старейшиной Ковчега задолго до того, как твое дыхание стало отравлять здешний воздух. Как только твой мерзкий язык повернулся сказать такое, я не здесь. Мердат Я был и до того, как эти горы появились. И долго после я еще прибуду того, как они сотрутся в пыль. Я Ковчег, Алтарья и Огонь. И если не укроешься во мне, то станешь ты добычей штормов. И если не смиришься предо мной, то не познаешь ты освобождения от острых ножей смерти. И если не поглотит тебя мой ласковый огонь, то станешь топливом для адского огня. Шамадам Нет, вы слышали? Вы слышали, братья? Ко мне! Сбросим этого нечистивого самозванца в пропасть! И вновь Шамадам бросился к мастеру и схватил его за руку, желая вытащить из пещеры. Но мастер стоял, как вкопанный. И никто из братьев не двинулся с места. В виде это Шамадам опустил голову и вышел из пещеры, бормоча себе под нос. Я старейшина Ковчега. Вы еще знаете, кто здесь главный. Мастер долго задумчиво смотрел ему вслед. Цамора не выдержал и нарушил молчание. Цамора. Шамадам оскорбил нашего мастера. Что ты хочешь, чтобы мы сделали с ним? Только прикажи. Мердат. Молитесь за Шамадама, друзья мои. Больше ничего. Молитесь, чтобы спала плена сочей его, и чтобы тень растаяла. Как притянуть к себе легко добро, так же легко к себе и зло приблизить. Как на любовь настроиться легко, так и на ненависть. Из космоса бескрайнего, безбрежного простора своих сердец, зовите благословение мира. Ведь все, что есть благословение для мира, благословением является для вас. Молитесь же о благе всех существ. Ведь благо для любого существа есть ваше же благополучие. Ведь каждый есть кирпичик бытия. Вы – бесконечная лестница ступени. Те, кто хотят добраться до святой свободы, должны на чьи-то плечи опираться. Они ж подставят плечи для других, для тех, кто вознестись и стремится выше. И кто же Шамадам, как не ступень для вас? И разве не хотите вы, чтобы ваша лестница была и крепкой, и надежной? Вам надлежит заботиться о каждой ступени. И следить, чтобы были они крепкие и надежные. И кто же Шамадам, если не камень, положенный в основу вашей жизни? А вы – суть камня, что в основе его жизни и всех других существ. Следите, чтобы Шамадам был камнем без изъяна. Чтобы жизнь построить цельную. И сами безупречно будьте. Чтобы жизнь тех, кому нужны вы будете, была бы безупречной. Подумайте, у вас всего два глаза. Я говорю вам, каждый глаз, что видит на небе, на земле или под землей, это всего лишь продолжение ока вашего. Насколько взгляд соседа ясен, настолько же ясны и ваши очи. И коль туманен взгляд его, туманен взгляд и ваш. Слепец – глаза незрячие для вас. Оберегайте зрение соседа, чтоб лучше видеть вы могли. Храните ваше зрение, чтобы сосед не спотыкался и не упал бы прямо перед вашей дверью. Цамора думает, что Шамадам и не обидел. А разве может невежество нарушить понимание мое? Ручей, что глину, эл несет с собой, способен загрязнить ручей хрустальный. Но разве море он может загрязнить? Ведь радостно приемлет море грязь. Под дно ее рассеет. И воду чистую ручью вернет. Вы можете запачкать или чистить квадратный фут земли. Возможно, менее. Но кто запачкать или чистить землю может? Земля вбирает нечистоты человека и зверей. Взамен она нам дарит плоды и ароматные цветы, и урожай, и мягкую траву. Меч ранит плоть. Но может ли он ранить воздух, каким бы острым ни было? И только лишь гордыня человека и узкое сознание себя, невежество и похоть и создание, способно оскорбить или оскорбленным быть, и станет оскорблять в ответ и грязью грязь смывать. И, коль ваш мир гордыню отравлен, услышат ваши уши оскорбления, а то маки на голову падут. И спустит этот мир на вас собак, что стерегут ничтожные законы и убеждения, купленные златом, и благородство, что покрыло плесень. Они объявят вас врагом, порядка и сейтелем хаоса и смерти. На всем пути для вас стоят капканы, а ложа ваша заслана крапивой. Они вам будут посылать проклятия, и в очи вам презрительно плевать. Не позволяйте сердцу вашему ослабнуть. Как море широко и глубоко оно пусть будет, благословит того, кто проклинает вас. И как земля щедры вы будьте и спокойны, и нечистоты человеческого сердца в здоровье и красу умейте превращать. Как воздух будьте вы свободны и легки. Меч, что захочет ранить вас, покроет ржавчина. Рука, что нанести удар захочет, устанет и замрет на полпути. Мир, не зная вас, не сможет вас в себя принять. И потому он будет насторожен. Рычанием станет охранять себя. Но зная мир, вы можете его в себя вобрать. И гнев его вы добротой смягчаете, и растворяете клевету в любви и понимании. И понимание проведет сквозь ночи тьму. И выведет на свет дневной. Так учил я Ноя. Так учу я вас. Семеро погрузились в молчание. Мы уже знали, что слова «так учил я Ноя» означают, что мастер закончил. Глава шестнадцатая. Что такое деньги? Русте Диону прощается его долг к ковчегу. Однажды, возвращаясь вместе с мастером из убежища, мы увидели такую картину. У ворот к ковчега стоял Шамадам, размахивая клочком бумаги. А перед ним распростер синиц какой-то человек. Мы услышали, как Шамадам гневно произнес. Твои отсрочки истощают мое терпение. Я больше не могу потакать тебе. Плати сейчас же, или ты сгниешь в тюрьме. Мы узнали того человека. Его звали Русте Дион. Он был одним из тех, кто арендовал землю ковчега. Нищета сломила его, а годы довершили дело. Он умолял старейшину осрочить выплату процентов. Так как недавно потерял единственного сына и корову. И все за одну неделю. А жену горе приковал к постели. Но сердце Шамадама нельзя было смягчить никакими просьбами. Мастер подошел к Русте Диону и, взяв его за руку, произнес. «Встань, мой Русте Дион. Ты тоже олицетворенье Бога. А Божий лик не должен кланяться теням». Затем, повернувшись к Шамадаму, он продолжал. «Покажи мне расписку». Ко всеобщему удивлению, Шамадам, только что метавший гром и молнии, стал кроток, как ягненок. Он покорно протянул Мастеру бумагу. Мердат взял ее и долго, пристально рассматривал. Шамадам же возрился на него немигающим и глядом, ничего не говоря, как в оцепенении. Мердат не тот, кто обладал богатством, построил наш ковчег. «И разве завещал тебе он деньги, чтоб в рост сдавать их? «Разве завещал тебе имущество, которым можно торговать? «Или земли, которые бы ты мог сдавать в наем, тем самым наживая жир себе? «Разве завещал тебе он пот и кровь твоих же братьев? «А может, он завещал тебе тюрьму для тех, чей пот ты высушил до дна, чью кровь ты высосал до капли? «Ковчег, алтарь и свет он завещал тебе, и более ничего. «Нетленным его телом стал ковчег, бесстрашным сердцем алтарь, а вера светом, что не меркнет. «Вот что он завещал тебе хранить нетронутым и чистым среди мира, «который пляшет под дотку смерти, который утопает в трясении несправедливости, «лишь потому, что веру потерял он. «И чтоб заботы о насущном хлебе не отвлекали бы тебя от дел духовных, «позволено тебе жить подаянием прихожан. «Со времени ковчега основания не испытали брать недостатка в одежде лидия. «И как могло случиться? «Благотворительность ты превратил в проклятие и для себя, и для всех тех, кто щедро подарки вам дарил. «Ты их поработил дарами их же. «Ты наказал их той же плетью, что для тебя они сплели. «Раздел их до гола, забрав одежду, что шили для тебя. «Ты отнял хлеб, который пекли они тебе. «Ты выстроил тюрьму из тех камней, что приносили они тебе. «Ты изготовил гробы и хомуты из дерева того, что отдавали они тебе, чтобы согреться мог ты. «Их собственная пот и кровь дал в долгам. «Теперь проценты с этого берешь. «Ведь что такое деньги, как непот и кровь людей, обманом превращенные в монеты, с чьей помощью поработить людей возможно? «И что же есть богатство, как непот и кровь, которые собрал не проливший ни того и ни другого, «чтобы потом тиранить тех, кто больше всех по телу кровью? «О горе им, тем, кто спалил свой ум и сердце умертвил, «одни свои ночи уничтожил накоплением богатства. «Не ведают они, что накопили. «Под проститутки, воры и убийцы, чахоточных и прокаженных, «под слепых, хромых, коллег, крестьянина, пота его быка, «под пастуха, овцы его. «Все это и многое другое накопили. «Кровь сироты и жулика, кровь деспота и мученика, «кровь нечестивца и святого, разбойника и жертвы, «кровь палачей и тех, кого они казнят, «кровь вымогателей, мошенников и тех, кто ими был обманут, «все это и многое другое накопили. «О горе им, о горе им, торгующим людскими потомокровью, «наступит час, когда свою назад попросят цену, и пот и кровь. «Ужасна будет их цена, и страшны те будут кредиторы. «Давай в долг потребовать проценты, «сия неблагодарной столь бесстыдно, что нету ей прощения. «Что у тебя есть, что в долг давать ты можешь? «И разве жизнь твоя не дарена тебе? «И если Бог за малые дары свои проценты назначал, «чем расплатился б ты? «А этот мир, он общая казна, в которую и люди все, «и вещи все отдают, что только не имеют, «чтоб поддержать друг друга. «Разве соловей одалживает песню, «ручей журчания воды? «Разве дупо одалживает тень, «а пальма финики? «Разве овца, что шерсть тебе дает, «взамен за это требуют проценты? «Разве облака дождем торгуют, «а солнце продает тепло и свет? «И чем была бы твоя жизнь без этого всего «и тысячи других вещей? «И можно ли сравнить, кто вкладывает больше, «а кто меньше, в казну земли? «И можешь ли ты, Шамадам, вклад подсчитать «рустадиона в казну Ковчега? «И что же, ты одолжишь ему его же вклад, «возможно, незначительную часть, «да и проценты за него назначишь? «Или в тюрьму его отправишь «и погибать остаешь там? «Каких процентов хочешь ты с Ростидиона? «Да разве ты не видишь, «как выгодно ему брать в долг? «Какой же нужно платы тебе еще «сверх сына погибшего, «коровы мертвой, парализованной жены? «Чего еще ты можешь требовать с него? «Оши, Мадам, протри глаза! «Проснись же до того, «как самому тебе платить сполна придется с процентами, «а коль не сможешь, «что попадешь в тюрьму и там сгниешь. «И вас, друзья мои, к тому же призываю, «протрите вы глаза, «восстаньте ото сна. «Давайте, когда вы только можете, «и все, что можете, «но не взаймы, «иначе все, что есть у вас, «и даже ваша жизнь, «все превратится в долг, «который нужно немедля погасить, «или вы окажетесь несостоятельными «и в долговую яму попадете». «Мастер снова посмотрел расписку. «Он разорвал ее на мелкие куски «и развеял их по ветру. «Затем обратился к Химбалу, «хранитель указанной ковчега, «и сказал, «Дай Рустидиона все необходимое, «чтоб смог купить он две коровы, «и чтоб заботиться он мог «и о жене, «и о себе «до окончания дней своих. «Рустидиона, «ди же с миром, «твой долг прощен, «и сам ты никогда «не становись ростовщиком, «ведь долг того, «кто одолжил, «намного больше и тяжелее, «чем долг того, «кто занял». «Глава семнадцатая, «шамадам пытается подкупить братьев, «чтобы переманить их на свою сторону «в борьбе с мирдадом». «Много еще гудел ковчег, «точно улей, «обсуждая случай с Рустидионом». «Майка-йон, «микастер и Цамора «горячо прославляли мастера. «Цамора говорил, «что ему ненавистен сам вид денег, «не то что прикосновение к ним. «Бенун и Абимары «одобряли и не одобряли поступок мастера. «Химбал же открыто высказывал «неодобрение, «говоря о том, «что в мире невозможно прожить, «не имея денег, «и что богатство – «это награда Божья «забережливость и трудолюбие, «а бедность – наказание «запразность и расточительность, «и что кредиторы и должники «будут существовать «до окончания времен. «Шамадам же занимался «восстановлением «своего пошатнувшегося «положения старейшины. «Однажды он призвал меня к себе «и в уединении своей кельи «говорил со мной. «Шамадам, «ты летописец Ковчега, «к тому же ты сын бедняка. «У твоего отца нет земли, «зато есть семеро детей и жена, «восемь ртов, которые он должен «кормить помимо себя за мого. «Не записывай этот неприятный случай, «дабы те, кто придут после нас, «не насмехались над Шамадамом. «Отрекись от этого распутника Мирдада, «и отец твой станет «свободным землевладельцем, «наполнит своим бары зерном «а ма сундуки золотом». «На что я ответил, «Бог позаботится о моем отце и семье «лучше, чем Шамадам. «А что касается Мирдада, «то я обязан ему новыми знаниями «и освобождением. «Так что я скорее жизнь отдам, «чем покину его. «О записи я буду вести честно, «отображая все, что видел и слышал. «Позже я узнал, «что Шамадам делал подобное предложение «к каждому из братьев. «Но преуспел он или нет, «я не могу сказать. «Однако стало заметно, «что Химбад уже не так ревностно «посещает наше собрание в убежище». «Глава восемнадцатая. «Мирдад угадывает смерть «отца Химбала «и обстоятельства, «при которых он погиб. «Он говорит о смерти. «Время – величайший обманщик. «Колесо времени». «После того случая «много раз воды сходили с гор «и много раз наполнялось морем. «И вот пришел день, «когда братья, «за исключением Химбала, «вновь собрались вокруг моря, «мастер в убежище». «Мастер рассказывал нам «о всеединой воле». «Вдруг он прервал «речь свою» и произнес, «Химбал в беде. «Он к нам бы обратился за помощью, «но от стыда «не может он сюда направить стопы. «Так помоги ж ему ты, Абимар». «Абимар вскоре вернулся с Химбалом». «Тот шел в слезах». «Мердат, «подойди ко мне, Химбал». «Ах, Химбал, Химбал!» «Смерть твоего отца снедает горем сердце тебе «и превращает в слезы кровь». «Что б делал ты, «коль вся семья твоя погибла?» «Когда же все отцы и матери, «все братья и все сестры «отбудут в мир иной, «и ты не сможешь дотронуться до них, «увидеть их?» «Тогда что делать будешь ты?»» «Химбал». «Да, мастер, «отец мой умер мучительно и смертью». «Волк, которого недавно он купил, «вспорол ему живот и череп раздробил ему». «Мне сообщили только что. «Горе мне! Ах, горе мне!» «Мердат». «И умер он как раз тогда, «когда, казалось бы, «удача повернулась к нему лицом». «Химбал». «Да, мастер, это так, истина так». «Мердат». «И смерть его терзает тебя еще и потому, «что волк был куплен на деньги, «что ты ему послал». «Химбал». «Да, мастер, это так, истина так. Кажется, ты знаешь обо всем». «Мердат». «А деньги те были ценой любви твоей к Мердаду». «Химбал больше не мог говорить и разразился слезами». «Мердат». «Отец не умер, твой химбал, и форма и тень его не умерли». «На самом деле умерло лишь ощущение твое, той формы и той тени». «Ведь бывают формы настолько тонкие, а тени столь прозрачные, что грубое людское око их вряд ли сможет различить». «Тень кедра, растущего в лесу, не та же, что тень кедра в мачту превратившегося или в колонну в храме, или подмозгами для виселицы ставшего. На солнце кедр отбрасывает не ту же тень, что при луне, или при звездах, или на розовой заре. И все же кедр, как он не изменился, все кедром остается, хотя все остальные кедры в лесу не признают его. И гусеница сможет ли сестру узнать, когда она томится в коконе? А кокон шелковый поймет ли, что бабочка когда-то им была? И семечко в земле узнать ли сможет родню свою, что колосится в поле? А пара ли вода морская смогут признать сестер и братьев в тех снегах, что горные вершины покрывают? А может ли земля узреть родную дужу в том метеоре, что пронзает космос, покуда не обрушится он с неба? Узнает ли дух в желоде себя? Отец твой ныне пребывает в свете, и этот свет слепит глаза твои. И форма его ныне такова, что ты его не узнаешь, а потому считаешь, что твоего отца уж больше нет. Материальная часть человека, где б ни была она, какую форму бы ни принимала, будет тень отбрасывать всегда, пока не растворится в свете части божественной. Дерево кусок, будь он зеленой веткой сегодня, доской завтра, он деревом останется, а тень и форму он изменит лишь тогда, когда загорит в огне. И человек все же будет человеком, когда и жив, и мертв, покуда Бог не поглотит его, покуда не поймет он своего единства. Этого, однако, нельзя достичь за малый промежуток, достаточные лишь веки, чтобы смежить, которые люди жизнью называют. Все время — это время жизни. Нет остановок и начал во времени. И также нет в нем и караван-сараев, где путник мог бы отдохнуть. Время — непрерывность, перекрывающая сама себя. В нем задние ряды смыкаются с передними. Ничто не кончено и не прекращено во времени. Ничто не начато. Время — колесо, вращаемое чувствами. Лишь ими установлен в космосе круговорот. Сезонов наблюдаете вы смену и мните переменам все подвластно. И все же признаете вы, что сила, что начинает время года его, заканчивает все одна и та же. За ростом вновь последует упадок. И малодушно вы его концом зовете всего, что выросло. Но все же признаете, что сила, заставляющая нечто расти и разрушаться, не растет и не спадает. И силу урагана с легким бризом сравнив, вы говорите, она больше. Но все же признаете вы, что тот, кто правит ветром, навевает бриз, сам никуда не носится, как буря, и не витает вместе с легким бризом. Как легковерны вы, как подаетесь на уловки ваших чувств. Куда же подевалось воображение ваше? Ведь только с ним вы сможете увидеть, что перемены, в которых вы убеждены, лишь ловкость рук, обман. Как может ураган быстрее бриза быть? Не бриз ли даст начало урагану? И разве ураган в себе не носит бриз? Вы, те, кто по земле шагает, как отмеряете вы расстояние, которое прошли, шагами, милями? Гуляете ли вы или бежите, земля несет вас скоростью своей. Ваша скорость равняется и скорости земли. Но землю ведь несут тела другие, и скорость ее та же, что у них. Медлительность – начало быстроты, а быстрота несет медлительность на крыльях. Медлительность и быстрота неразделимы в любой момент, в любом пространстве месте. Как судите, что рост есть рост, а угасание – это угасание, и что одно напротив есть другого? Ведь все, что на земле произрастает, сидит в разрушенном. Все разрушается лишь потому, что создается что-то. Ведь вы растете, постоянно угасая, а разрушаетесь вы из-за роста. И разве умершие живым не дарят почву? Разве живые не хранят в себе умерших? Рост – разрушение, дитя, а разрушение – роста. Жизнь – смерть и мать, а смерть есть матери жизни. В том истинно, что все они едины в каждой точке времени и пространства. В том истинно, что ваша радость жизни и роста настолько же глупа, сколь горе смерти – разрушения. И почему вы осень временем зовете созревание? Я говорю вам, зреет виноград зимой, хоть это дремлющий всего лишь сок, что видит сны в вине. И зреет он весной, когда нежнейшей изумрудной гроздью вдруг расцветет в глаза. Он зреет летом, когда, янтарным наливая соком, горит под поцелуем солнца. И коль в любом сезоне заключены другие три, то истинно суть в том, что все они сливаются в одно в любой момент, в любом пространстве месте. Обманщик – время. Люди – простофили. Как белка в колесе, сам человек, придумавший круговорот времен, так увлечен движением, что больше он не верит, что сам он вертит колесо, и не находит времени, чтобы ход времен остановить. Как кошка, что точильный лижет камень, и верит в то, что кровь течет из камня, так человек сам слизывает кровь с обода времен, и поглощает плоть, разодранную спицами, и верит, что это кровь и плоть времен. И космос колесо времен вращает. На ободе его найдется все, что могут чувства воспринять. Они не могут воспринять ничто в отрыве от времени, пространства. Потому все продолжает исчезать и появляться. То, что исчезает для одного, явится для другого. То, что один поднимет вверх, другой опустит вниз. То, что может казаться днем одному, другому будет ночью. Едина дорога жизни и смерти на ободе времен. Движение по кругу никогда не кончится, себя не исчерпает. И каждое движение в мире есть движение в круге. И что же? Человеку никогда от круговерти не освободится? Освободится он. Ведь человек – наследник святой божественной свободы. Пусть колесо вращается, но ось его статично. Бог есть ось. Хоть все вращается вокруг него во времени, пространстве, все же сам он всегда вне времени и вне пространства, в покое пребывает. Хоть все создано его единым словом, все же слово это вне времени и вне пространства, так же, как и он. Где ось, там и покой, где опыт беспокойства. Что выберете вы? Говорю вам, переместитесь с ободового колеса времен туда, где ось его. Освободите себя от тошноты вращения. Пусть время вертится вокруг вас, но вы же не вращайтесь вместе с ним. Глава девятнадцатая. Логика и вера. Самотречение – это самоутверждение. Как остановить колесо времен. Рыдание и смех. Бенун. Прости меня, мастер, но твоя логика приводит меня в замешательство своей нелогичностью. Мирдат. Не мудрено, Бенун, что ты судьей зовешься. Прежде чем вынести вердикт, ты хочешь разобраться во всем логически. Так поступаешь ты. Но разве ты не понял? Единственная польза от логики есть в том, чтобы от нее освободиться и в сердце своем веру отыскать, а через веру понимание обрести. Логика – не зрелость, сплетающая сети с паутины. В те сети поймать она желает бегемота знаний. Когда же логика достигнет полноты, она в сетях своих запутана сама. И в веру здесь она переродится. А вера – тоже знание, но глубже. Логика – костыль для инвалида. Для бастроногого является обузой, а для летающего – неподъемным грузом. Логика – в безумстве вера. Вера – логика, что полноты достигла. Когда же твоя логика достигнет расцвета, ты перестанешь говорить о ней, Бенун. Бенун. Чтобы переместиться с опыта времени на усть колеса, мы должны отказаться от себя. Может ли человек отречься от собственного существования? Мирдат. Мирдат. Для этого должны вы отречься от себя того, кто времени – игрушка, и утвердить себя того, над кем не властно время. Бенун. Может ли отрицание одного себя стать утверждением другого? Мирдат. Да, отречься от себя – это значит утвердить себя. Если кто-то умирает для перемен, рождается для неизменности. Но большинство живет, чтоб умереть. И счастлив тот, кто умер, чтобы жить. Бенун. И все же дорога человеку форма его, то, как он видит себя. Разве может он раствориться в Боге и вместе с тем осознать себя. Мирдат. Ведь не теряется ручей, вливаясь в море. Для человека форму потерять и то, как он себя определяет в Боге, значит тень свою оставить и обнаружить в себе источник света, бестеневую сущность. Микастер. Как же может человек, существующий во времени, быть свободным от тисков времени? Мирдат. Так же, как смерть избавит вас от смерти, а жизнь от жизни вас спасет, и время так же свободным от времени поможет стать. И человек устанет так от изменений, что все в нем будет жаждать, жаждать с неугасимой страстью чего-то сильнее перемен. И это он найдет в самом себе. Блаженно жаждущие, ибо на пороге свободы находятся они. К ним обращаюсь я, для них я говорю. Разве выбрал бы я вас, если б не слышал молитв я ваших? Но горе тем, кто ходит по кругу времени и хочет в нем свободу обрести и счастье и покой. Едва лишь улыбнутся при рождении, как близость смерти наполняет их рыданием. Едва наполнится, как сразу же пусты. Едва голубка мира к ним спустится, как тут же превратится в стервятника войны. Чем больше знают они, тем меньше знают. Чем дальше они продвинулись вперед, тем более отстали. Чем выше поднимаются они, тем ниже падают. Для них моя речь кажется туманом и бормотанием бередящим слух, богослужением в сумасшедшем доме, светом фонаря зажженом для слепых. Покуда не начнут они свобода желать меня им не услышать. Химбал, рыдая, теперь не только услышать тебя могу я, мастер, но и сердцем принять твои слова. Прости глухого и слепого химбала, того, кем я был еще вчера. Мердат Не нужно больше плакать, химбал. Слезы не годятся для глаз, которые хотят за горизонт проникнуть взглядом, увидеть, что за временем стоит и за пространством. Пускай тот, кто смеется, когда его щекочет время, пускай он плачет, если время его ногтем царапает. Пускай согретой молодостью пляшет, но стонет и вздыхает, глядя на морщины старости. Пускай весельчаки на карнавале времени посыплют пеплом теми на его похоронах. Но вы спокойны будьте. В калейдоскопе изменений ищите то, что неизменно. Ничто во времени слезы не стоит. Не стоит и улыбки тоже. Лицо смеющееся и лицо в слезах роднит между собой одна гримаса. Боитесь вы слезы соленой? Тогда страшитесь судороги смеха. Слеза засохнув обратится смехом, а смех сгущаясь потечет слезой. От радости не воспаряйте, от горя не сжимайтесь. Спокойно одинаково будьте. Глава двадцатая. Куда мы уходим после смерти? Что такое покаяние? Микастер. Мастер, куда мы уходим после смерти? Мердат. где ты сейчас, Микастер? Микастер, в убежище? Мердат, думаешь ли ты убежище достаточно большое, чтобы вместить тебя? Думаешь ли ты земля, людей единственная гавань? Ведь несмотря на то, что ограничены во времени тела, в пространстве есть у них пределы. из времени и из пространства составлены они. Так много в вас того, что солнцем рождено, оно живет на солнце. Так много в вас того, что от земли, то на земле живет. И так со всеми другими светилами и бездорожьем между ними. И лишь глупцы считают, что единственный дом человека на земле, что мириады небесных тел, кружащихся над нею, всего лишь украшения для дома или развлечений для глаз его. И первая звезда, и млечный путь, плеяды, такие же дома для человека, как земля. И каждый раз, когда их луч достигнет взгляда человека, он возвышается до них. Когда под ними он проходит, тогда в себя вбирает их. Есть в человеке все, во всем есть человек. Вселенная то тело целое. Объединяйтесь же с малейшей частицей, и вы объединитесь с целым. Вы постоянно умираете живя, а значит, умирая, чем вы живете. И если и не в этом теле, то в теле другой формы. Но вы будете жить в теле до тех пор, пока не растворитесь в Боге, не одолеете его изменения. Микастер. Вернемся ли мы на землю в нашем путешествии от одной перемены к другой? Мердат. Повторение времени закон. То, что однажды во времени произошло, еще раз и еще раз повторится. А долгий ждатель коротко зависит от силы вашего желания. Когда выходишь ты за жизнь и круг, в круг смерти ты вступаешь. И если с собой несешь ты жажду неутоленную, томление по земле и не насытился сполна ее страстями, тогда магнит земли тебя притянет снова. Она тебя выкармливает грудью, а время от груди ты отучает жизнь за жизнью, смерть за смертью, пока себя ты не отучишь сам однажды, раз и навсегда своей волей. Абимар, а над тобою земля имеют власть, ведь ты один из нас. Мердат Я прихожу, когда хочу и ухожу, когда хочу. Я прихожу, чтобы детей земли освободить от удушающих ее объятий. Майкайон Я хотел бы освободиться от земли навсегда. Как мне это сделать, мастер? Мердат Люби ты землю и всех ее детей. Когда же на твоем земном счету останется любовь лишь, земля тебя отпустит, сняв аковы. Майкайон Но любовь это привязанность. А привязанность это рабство? Мердат Нет, любовь свобода от привязанностей. Когда ты любишь всех и вся, то ни к чему ты не привязан. Самура Можно ли через любовь избежать повторения грехов противоречащих любви и тем самым остановить круг времен? Мердат Вы можете прийти к тому через покаяние. Проклятие, покинувший язык, искать отправиться другой приют, когда, вернувшись на прежнем своем месте, обнаружат любовную молитву. Так любовь задержит повторение проклятия. И похотливый взгляд блудливых ищет глаз вернувшись, а находит лишь материнство в глазах Твоих, наполненных любовью. Так любовь задержит похоть. Порочное желание, зародившись в порочном сердце, полетит искать гнездо другое, когда вернется и увидит сердце материнское, полное желание любящих. Так любовь задержит возрождение порока. Вот что такое покаяние. Время не сможет повторить ничто кроме любви, когда любовь останется единственным остатком. Одно и то же повторяясь, постоянством становится. Собой полнит время и пространство и отменяет их. Химбал И все же кое-что тяготит мое сердце и лежит облаком на понимании. Мастер, почему мой отец умер именно так? Глава 21. Святая воля всеединая. Почему происходит то, что происходит и тогда, когда происходит? Мердат Мердат Не странно ли, что вы, дети пространства и времени, еще не осознали, что время — это память вселенская, хранимая в скрижалях пространства? И если ограничены и в чувствах, запомнить все же способно хоть что-то, что происходит меж рождением и смертью, насколько больше помнить время может? То время, что до вашего рождения существовало, и то, что будет длиться после смерти вашей бесконечно. Я говорю вам, время помнит все, не только то, что яркой картиной хранится в памяти, но также все, о чем вы абсолютно позабыли. Забвения нет во времени, и нет ни одного малейшего движения, или выдоха, вдоха, или желания, что не запомнились. И все, что память времени хранит, начертано в пространстве. Земля под вашими ногами, воздух, в котором дышите, дома, в которых вы живете, сохранены в подробностях мельчайших в архивах вашей жизни, прошлой, настоящей и будущей. И вам предстать готовы, мельчайших мельчайших мельчайших. Они частиц вас. И так же, как для них необходимы вы, нуждаетесь и вы в них. Воля человека есть во всем. Все обладает волей в человеке. И постоянный, непрерывный идет обмен. Но человеческая память вас подводит. Не то, что безошибочная память времени, которая ведет отчет точнейший о ваших отношениях друг с другом, с другими существами во Вселенной. Она же заставляет человека вновь и вновь вести отчет за жизнь в жизнь, со смертью в смерть. И молнии бы в дом не ударяло, когда б сам дом ее не притянул. И дом в ответе столько ж за руины, сколь молнии. И вол бы не напал на человека, когда б он не способствовал тому. Убитый обращается к убийце, зовет его кинжал достать из ножен, и оба совершают роковой удар. Ограбленный грабитель от движения направляет, и оба совершают ограбление. Да, человек сам в гости приглашает свои страдания. Но не ран гостям. Забыл он, как и где, в какое время писал то приглашение, как отправил. Но время позабыть того не может. Оно гостям укажет точный адрес и приведет к порогу. Я говорю вам, не гоните гостя, чтоб тот свое не тешил самолюбие и вам на зло не оставался вдоль ше, чтоб не стремился чаще приходить, чем надобно. Добры вы будьте и гостеприимны. Любого гостя с лаской привечайте, каков бы ни был вид и поведение. Ведь он на самом деле пришел отдать вам то, о чем его просили. И тем, кто вам немил и надоедлив, особое внимание уделите. Их накормите больше, чем желают, чтоб вас, покинув, были благодарны. И если вновь они вас навестят, то как друзья, а не враги. И относитесь к каждому, как будто он почетный гость. Чтобы заслужить его доверие, мотивы скрытые визита разузнать. Неудачу воспринимайте как благоволение сил небесных. Как только до конца ее поймете, удачей обернется неудача. Удача, что вы поняли неверно, вмиг неудачей станет. Вы сами выбираете рождение и смерть. Их время место также способ. И это несмотря на то, что ваша капризная обманчивая память полна неточностей и пробелов. Лжемудрецы вас станут уверять, что человек не выбирает ни рождения, ни смерти. ленивые, смотрящие на время пространство только в прорезь своих глаз с готовностью зовут случайным все, что видит. Помните, братья, об их коварстве и обмане. Нет ничего случайного во времени в пространстве. Дождинки все, собравшись воедино, родят ручей. Ручей к ручью стремится, чтобы речкой стать. А речки соберутся в одну большую реку и направят воды в море. Моря сольются в океан. Так воля твоя, моя и всех существ на свете впадает в океан один великий. Он волей всеединой зовется. И говорю я вам, у всех есть воля и стремление. Даже камень неподвижный, глухой, безмолвный и как будто мертвый, он тоже волей наделен. Иначе б не было его, и на других он не влиял бы, и на него ничто бы не влияло. Сознание того, что существует на свете он и волей обладает, от вашего лишь степенью отлично, по сути же одно и то же. Насколько много вы за день один способны осознать ничтожную, незначимую часть? И если вы, способная запоминать события, чувства, мысли, живете неосознанно на весь день, чего уж тогда от камня вы хотите? Неудивительно, что он того не знает, что он живет и волей обладает. И так же, как вы движетесь, живете, почти совсем того не сознавая, вот так и воля ваша. Вы проявляете ее гораздо чаще, чем то осознаете. Однако воля та, что все едина, все понимает, все осознает. Везде распределяясь равномерно, она дает вам то, что вы хотели, ни больше, ни меньше. И неважно, осознанным или нет желание было. Но человек, не ведая того, приходит часто в ужас и уныние и проклинает выпавшую долю, и протестует, отвергая волю свою же, гневно ропщет на судьбу, изменится ее, он называет. Но не судьба, друзья, вам изменяет, ведь имя ее воля все единая, а воля человека, ваша воля изменчива, она никак не может в желаниях своих определиться. Сегодня на восток она стремится, а завтра будет курс держать на запад. Зовет хорошим что-то, а другое и кажется плохим. Кого-то нынче другом называет, чтоб завтра посчитать его врагом. Запомните, братья, ваша воля должна быть постоянной. Отношения с вещами и людьми определятся тем, что вы от них хотите, и тем, чего хотят они от вас. Так и их желания определят желания ваши. Я раньше говорил и повторю вам, внимание уделяйте вы тому, как дышите, что говорите, чего хотите вы, о чем вы думаете и делаете что. И то, что до сих пор от вас сокрыто, проявлено для воли всеединой. И от других не ждите удовольствий, что болем принесут, чтобы вам же ваши не причиняли наслаждение боль. Не желайте блага, что злом кому-то будет, дабы сами себе не причинили выстраданий. Просите лишь любви, ведь только с нею спадут вуалис глаз, и понимание к вам в сердце постучит, и воля ваша проникнет в удивительные тайны одной великой воли всеединой. Пока не осознаете вы все, не сможете познать вы волю всего, что в вас, а также вашу волю, которая во всем. Ну, а покуда это не случится, не сможете вы, как бы не старались проникнуть в тайны воли всеединой. Пока же в эти тайны не проникли, вы воли не должны сопротивляться, иначе проиграете. Изранеными и наполненными злобой вы выйдете из битвы той, и захотите отомстить, чтобы еще прибавить ран и чашу злоба переполнить. И говорю я вам, примите волю, и поражение будет вам победой. Безропотно любой вы дар примите, что выпадает из мешка судьбы. Примите с благодарностью и верой, ведь свой временен и справедлив тот дар. Примите все вы, искренне желая понять его значение и ценность. Своей же воле скрытый путь поняв, поймете вы волю всеединую. Примите то, чего не знаете, и это поможет вам узнать. Отвергнув нечто, оставите его на веки тайны, и будет тайна это беспокоить. До твой поры пусть будет воля ваша служанкою для воли всеединой, покуда понимание ее не превратив в служанку воли вашей. Так учил я Ноя, так учу я вас. Глава 22. Мирдад освобождает Самору от его секрета. Он говорит о мужественности и женственности, о браке и о воздержании и о человеке обновленном. Мирдад Наронда моя память верная, что шепчут эти лилии тебе? Наронда Ничего, что мог бы слышать я у мой мастер? Мирдад Я слышу шепот их Наронду любим и в знак того ему дарить готовый свой аромат. Наронда мое сердце постоянное о чем журчит вода в пруду? Наронда ни о чем что мог бы слышать я у мой мастер. Мирдад Я слышу речь ее люблю Наронду и жажду утолить его готово и жажду ливий милых его сердцу. Наронда мой взгляд открытый что говорит тебе сей день и все что в солнечных руках он нежно держит. Наронда Ничего что мог бы слышать я о мой мастер. Мирдад Я слышу его слова Наронду я люблю и потому его в руках несу столь нежно а также все что дорого ему с почтением и любовью обнимаю. И коль так много всего что можно было бы любить и что тебя готовы любовью одарить то жизнь Наронды уже ли не полна и разве нужно ему еще чего-нибудь желать о чем нибудь мечтать и мыслить воистину любимицу вселенной человек все рады услужить ему но мало есть людей не избалованных такой заботой и меньше тех кто не кусает руку что их с любовью пестует не избалованному и укус змеи любовным кажется прикосновением но для того кто избалован укусом ядовитым станет ласка Цамора ты со мной согласен так говорил нам мастер мне и Цаморе одним солнечным днем в то время как мы поливали цветы в монастырском саду последнее время Цамора был заметно удручен и встревожен и вопрос мастера застал его врасплох Цамора Мастер всегда говорит правду значит это тоже правда Мердат а для души твоей не так ли о Цамора скажи мне разве не был ты отравлен обилием любовных поцелуев и разве сейчас тебя не мучат воспоминания губительной любви Цамора бросившись к ногам мастера и разразившись слезами сердце свое я обнажу его перед тобой мой мастер перед народой перед лилиями и перед земляными червями что ползают между их корней я облегчу душу сбросив нож у тяжкой тайны и пусть этот легкий бриз подхватит ее и развеет по всему свету в молодости я любил одну девушку которая была нежнее светлее утренней зари имя ее было слаще меда для уст моих когда ты говорил нам о молитве и о красных крыльных тельцах бегущих по венам я был первым полагаю кто испил царительный лексир твоих слов любовь хоглы как звали эту девушку управляла моей кровью и я знал на что способен человек если кровь его течет в едином направлении с любовью хоглы вечность была моей я носил вечность как обручальное кольцо я носил смерть как кольчуг я казался себе старше чем время и моложе чем самое раннее утро руками своими я поддерживал небо ногами приводил в движение землю а в сердце моем сияли миллионы чистых звезд но хогла умерла и цамура горящий феникс стал пеплом только не смог он подобно волшебной птице возродиться из погасших углей цамура бесстрашный лев превратился в пугливого зайца цамура атлан держащий на своих плечах свод небес превратился в руины и те руины затонули в болоте скорби стена и собрал я прах оставшийся от цамуры и отправился в ковчег надеясь похоронить себя среди воспоминаний о потопе среди его теней я я прибыл они 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 расскажут ах для плоти и для Духа, что принимает форму плоти грубую, лишь для того, чтобы растворить ее в своей бесформенности. И любовь Мирдада поможет Саморе возродиться, восстать из пепла и человеком обновленным стать. И для того, кто все преодолеет, для победителя вещавья, для человека единого, хозяина себе. Мужчина, порабощенный любовью к женщине, и женщина, порабощенная к нему любовью, оба недостойны примерить золотой венец свободы. Мужчина же и женщина, что стали одним благодаря любви, что друг от друга неотделимы и неразличимы, воистину они имеют право корону золотую получить. То не любовь, что заковать готова любовника Ваковы. То не любовь, что плоть и кровь разгорячит. То не любовь, что привлекает женщину к мужчине лишь для того, чтобы размножаться и увековечить с плотью связь. Но для того, кто все преодолеет, для человека обновленного вещаю я, для Феникса, свободного чрезмерно, чтобы быть мужчиною, и слишком величавого, чтобы женщиною быть. Как в плотных сферах жизни мужчина и женщина едины, точно так же едины они в тонких сферах жизни. Меж ними расстояние – часть вечности, ведомая иллюзией дуальности. Те, кто не видят дальше носа своего, считают эту часть самой вечностью. Цепляясь за иллюзию, как будто бы она и есть жизнь, само ее ядро, не ведают они того, что жизнь – это союз, единство, единение. Дуальность – то во времени лишь сцена. Она вас прочь уводит от единства, она к нему любезно вас подводит. И чем скорее вы пройдете сцену, тем раньше вы свободу обретете. И что такое женщина, мужчина, как не единый человек, разбитый надвое, и вынужденный пить дуальности сок горький и грезить о нектаре, что называется единством. О нем мечтая искать его по собственной же воле, найдя им обладать, осознавая его непревзойденную свободу. Пусть жеребец зальется громким ржанием, когда увидит в поле он кобылу. Пусть самка зовет самца. Природа в них нуждается, она их воспевает. Ведь они не знают судьбы другой, высокой. Размножение – лишь участь их. Пусть женщины, мужчины, что похожи на тех самцов и самок, обретают друг друга в темном заточении плоти. И пусть они в одну свалили кучу распутства спальней с вольностями брака. Пусть размножаются и радуются этим. Природа счастлива светильником держать и повитухой быть у них. По стиле взрос она для них готовит, не забывая о шипах. Мужчины же и женщины, что ищут, должны осознавать свое единство. И даже пребывая в здешнем мире, единого, но не единством плоти, а волею к свободе от мирского, от всех границ, что преграждает путь к единству и святому пониманию. Вы слышите, как люди говорят о человеческой природе, будто это суть твердый элемент, определенный, исследованный тщательно, и строго границей обведенной. И границу зовут они между собой влечением. И удовлетворение страсти дать естественно природе человека. Но обуздать ее поток свирепый и вспять направить, чтобы преодолеть влечение. Намеренно идти против своей природы и страдать. Так говорят они. Но вы им не внимайте. Человек широк и неопределима его природа. Велики таланты, неистащимы силы. Берегитесь тех, кто хочет ограничить их. Плоть облагает человека тяжкой данью. Но он ту дань лишь временно приносит. И кто захочет быть слугой вечно? Какой же раб потом лишь не мечтает, чтобы сбросить его тяжкое, попоры, чтоб не платить? И человек рожден не для того, чтобы быть слугой, пусть даже для своей природы. Человек, что жаждет свободы от любого вида рабства, в конце концов и обретет ее. Что есть зов крови для того, кто хочет обрести свободу? Узел, который должен быть развязан силой воли. И победитель ощутит родство со всеми. Поэтому ни с кем не связано. Пусть те, кому не нужно это, воспроизводят расу. У ищущих же есть другая раса, которую им нужно продолжать. То раса тех, кто все преодолеет и кто свободу обретет. Та раса зарождается не в чреве, а в чистом сердце, движимым желанием преодолеть, бесстрашной волею к свободе. Я знаю, что вы приняли обет безбрачия, но все же далеки вы от избавления от страсти. И вчерашний сон Саморы есть подтверждение тому. Да, не избавлены от вожделения те, кто облачен в монашескую рясу и окружен кирпичными стенами, тяжелыми железными вратами. И многие монахи похотливей распутнее иных мирян порочных, хоть плоть их и дала когда-то клятву не знать другую плоть, и то желание в них было искренне. Но не порочен тот, чье сердце и чей разум не порочны, будь он отшельником или продавцом на рынке. Боготворите женщину, друзья, и низко преклоняйтесь перед нею. Не так, как прародительницу рода, не как супругу ее вы почитаете, и не как подругу, что ложе с вами делит, но как близнеца и как соратницу, как ту, с которой можно забота разделить, страдание жизни, что надвое разделено. Ведь только с нею, рука в руке, пройти мужчина может сквозь дуальность. В ней он найдет свое единство, она же в нем, свобода от раздвоенности, которая веками так мучает ее. И близнецы тогда объединятся и станут тем, кто все преодолеет, свободу обретет. Тем, кто не будет ни женщиной, ни мужчиной, кто человеком обновленным станет. Для победителя вещаю я, для человека единого, хозяина себе. И каждый станет из братьев победителем и раньше, чем Мердат покинет вас. Самура, омрачается сердце мое, когда ты говоришь, что оставишь нас. В тот день и час, когда мы пойдем искать тебя и не найдем, Самура лишится жизни. Мердат, ты можешь многого желать, Самура. Ты даже можешь всего желать, но только одного ты захотеть не можешь. Того, чтоб твоей воле к конец пришел бы. Воля к жизни, то есть воле всеединой. Ведь жизнь есть бытие. Она не может себе желать небытия. И точно так же небытие не обладает волей. Никто не может положить конец Аморе. Придет тот час, когда искать меня пойдете и не найдете. Ведь моя работа не только на земле. Но нет такого места, где я б свою не выполнил работу. Поэтому возрадуйтесь. Мердат вас не покинет до тех пор, пока вы не станете хозяевами, истинно с собой владеющими. А научившись управлять собою, единство обретя, вы обнаружите Мердата в сердце вашем. Он там тогда поселится навеки, и имя его вечно будет память повторять. Так учил я Ноя. Так учу я вас. Я вас. Глава 23. Мердат исцеляет Сим-Сим и говорит о старости. Сим-Сим, самая старая корова в хозяйстве ковчега, болела уже пять дней. Она отказывалась от еды и питья. Шамадам послал за мясником, сказав, что разумнее будет заколоть ее и получить прибыль от продажи мяса и шкуры, чем дожидаться ее смерти. Ведь с мертвой коровы вообще нечего взять. Услышав об этом, мастер ненадолго задумался, а потом отправился в коровник, к Сим-Сим. Мы поспешили за ним. Сим-Сим стояла неподвижно, печальная, низко опустив голову, полуприкрыв глаза. Свалявшаяся шерсть ее торчала клочьями. Время от времени она с трудом поводила ухом, чтобы отмахнуть надоедливых насекомых. Ее никогда большое, гладкое вымя и сохло, и обвисло, поскольку Сим-Сим к концу своей долгой жизни отвергала сладкие муки материнства. Костлявый крестец распирал шкуру, словно ее уже содрали и развесили для просушки. Ребра и позвонки с легкостью можно было сосчитать, а длинный хвост свисал безжизненно, точно плеть ленивого погонщика. Мастер подошел к больной и начал похлопывать ее миши рогов и по нижней челюсти. Он проводил рукой по ее спине и животу, все время разговаривая с ней, как будто она была человеком. Мердат, где же твое сено, моя щедрая Сим-Сим? Сим-Сим так много отдавала, что забыла себе оставить сено хоть клочок. Но много еще сможет дать Сим-Сим. И молоко ее живительной влагой бежит по нашим венам. Ее крепкие телята нынче тянут тяжелый плуг в полях. Они подмогой служат голодным в неурожайный год. Ее телочки потомством наводнили наше пастбище. Ее отходы даже украшают сочной зеленью наш стол и помогают фруктам возревать в саду. В горах же до сих пор разносит эхо ее мычания. Зеркало ручья и ныне отражает ее кроткий благородный взгляд. Земля еще лелеет, и ее насно хранит неизгладимые следы копыт ее. И с радостью трава Сим-Сим накормит. И солнышко ее ласкать стремится. И ветер прилетит благоговейно прикладить шерсть ее. Мир дать же счастлив проводить ее через пустыню старости к другим лугам, к другой земле, к другим ветрам и солнцам. Много дала Сим-Сим, много взяла она, но еще больше сможет она взять и дать. Микастер. Может ли Сим-Сим понять слова твои? Ты говоришь с ней, как будто с человеком. Мир дат. Не слова важны, Микастер, а то, как прозвучат они. А это животное, способное воспринять. Я вижу женщину, что на меня глядит глазами кроткими Сим-Сим. Микастер. Какой толк от этих разговоров? Ведь Сим-Сим умирает. Надеешься ли ты остановить процесс ее старения и продлить ее жизнь? Мир дат. Старость, ноши, тяжкая для человека и для животного. Но вдвойне утяжелили люди равнодушным бессердечем ее. Когда родится маленький ребенок, его окружат лаской и заботой. И всякий ему выразить стремится свою любовь. Однако человека, обремененного годами, никто не вспомнит и скорее наградят его пренебрежением, чем лаской. И так же, как с восторгом наблюдают за ростом чада своего, так и желают страстно могилы старцу. Старики и дети одинаково беспомощны. И все же беспомощность дитя любовь пробудет бескорыстную. Стремятся помочь ему родители как могут. Но старику немногие предложат помощь. А помогая, будут недовольно причитать, ворчать и злиться на судьбу, желая старику скорейшей смерти. На самом деле, старики достойнее заботы вашей, чем младенцы. Когда приходится стучать по долгу слову, чтобы его к себе впустило ухо, что некогда улавливало шепот. Когда в неверной дымке пляшут тени и затмевают глаз, что раньше острым бал. Когда свинцовые гири и стопы станут, что ранее крылатыми казались, а руки, что творили жизнь, не держат и соломинку. Когда дрожат колени, а голова на шее болтается, как лист сухой. Когда у жернова смололи в порошок себя, и мельница притихла угрюмой пещерой. Когда вставая, ты упасть боишься, садишься же с сомнением, а встану. Когда ты ешь и пьешь, боясь последствий, а как не станешь есть и пить, то смерть к порогу пригласишь. Когда приходит старость к человеку, друзья мои, тогда пора ему одалживать глаза и уши ваши, отдать ему и руки и ноги, поддержать его слабеющие силы любовью, чтоб он почувствовал, что он не менее желанен этой жизнью на склоне лет своих, чем в детстве постротечным. И что такое 80 лет для вечности? Всего лишь вдох и выдох. Но человек, растивший себя все 80 лет, он больше, чем просто вдох и выдох. Он станет урожаем для тех, кто жизнь его пожнет. И есть ли жизнь, которую не пожинает? Сейчас вы пожинаете плоды тех жизней, что земле до ири мужчины, женщины, кто жил и умер раньше вас. Речь ваша не что иное, как урожай речи и других. Мысли всего лишь сборы прежних мыслей. Вся одежда и жилища, вся утварь, пища и вода, традиции, устои, законы, не что иное, как одежда, жилища и еда всех тех, кто раньше жил. И каждую секунду вы владеете не чем-то лишь одним, но извлекаете вы пользу из всего, что было. Вы сеете ли и плоды, женицы, поляку, много, где урожай хранится. И если урожай ваш беден, увидьте зерна, что вы зарынили в сердцах других людей, плоды пожните, влияние их в себе. Старик, плоды, чьи жизни вы пожнете и сложите в амбар, достоин наиполнейшего внимания с вашей стороны. И если безразличием вы отравите остаток дней его, те годы, когда могли бы вы собрать вкуснейший урожай, тогда плоды, что вы собрали и те плоды, что сможете еще собрать, окажутся гнилыми. Все то же и с умирающим животным. Дурно наживаться на плодах и проклинать того, кто их растил. Друзья мои, добры вы будьте к людям любой страны, вероисповедания. Они вам к Господу проводниками будут. Особенно внимательно следите за стариками. Или злом отравлены плоды их будут. И никогда вы не дойдете до конца. Добры вы будьте ко всем животным возраста любого. Они, хоть молчаливы, помогают во время сборов вам в далекий путь. Особенно внимательно следите вы за животными, которые стареют, чтоб ваша равнодушие и жестокость не отпугнули преданности их и чтобы помощь их не стала вам помехой. И что за гнусная неблагодарность звать мясника, чтоб заколоть корову, чье молоко вам силы придавал. Едва мастер закончил речь, как в хлев вошел шамадам с мясником. Мясник бросил взгляд на сим-сим, и мы услышали насмешливый возглас. Как мог ты сказать, что корова эта больная умирает? Да она здоровее меня. По-видимому, она просто хочет есть, бедняжка. Дайте же ей сено. Велико было наше удивление, когда, повернувшись к сим-сим, мы увидели, что она жует сено. Даже сердце шамадама смягчилось, и он приказал принести сим-сим самую лучшую еду. И сим-сим все с удовольствием съела. Голова двадцать четвертая. Законно ли убивать, чтобы есть? Когда шамадам с мясником ушли, мой кайон спросил мастера, а убивать животных, чтобы есть их мясо, это противозаконно? Мердат. Питаться смертью, пищей стать для смерти. И жить за счет страданий другого, то значит стать добычей для боли. Так повелел он волей всеединой. Знай это и выбирай, что хочешь есть ты, мой кайон. Мой кайон. Если б у меня был выбор, я бы предпочел жить, как феникс, собирая аромат животных и растений. Мердат. Отличный выбор. Поверь мне, мой кайон, придет тот день, когда и ты питаться ароматом станешь, то есть духом, а не плотью. Тот день уже не за горами, для тех, кто ищет, для тех, кто хочет знать. Ведь ищущие знают, что плоть всего лишь мост, ведущий к жизни бестелесной. Ведь ищущие знают, что грубые обманчивые чувства всего лишь крошечные окна в мир бесконечно чистых и правдивых чувств. ищущие знают, что плоть, которую на части разрывает, в конце концов должна восстановиться за счет их плоти. И каждая раздробленная кость вновь станет костью за счет их собственных костей. За каплю крови придется кровь свою им проливать. Ведь то законы плоти освободятся ищущие от рабства тех законов. Все меньше станут уделять они внимания пазовом плоти, сведут на нет их, чтобы уменьшить долги пред плотью, которые являются долгами боли их и смерти. Сам ограничит ищущий себя, тогда как те, кто ничего не ищет, на самом деле ждут, когда другие им что-то запретят. Огромное количество вещей, что человек законными считает, сам для себя объявит в незаконы ищущий. В то время, как человек ленивый хватать как можно больше станет, чтобы наполнить чрево и набить свои карманы, тот, кто ищет, свой путь преодолеет налегке и не отяготит своих карманов, и будет чист живот его от крови и агонии животных. То, что не ищущий добычу считает, к чему он так рычительно стремится, то ищущий обрящий целиком в легкости духа понимание сладости. Я говорю вам, если двое смотрят на поле и один из них оценит богатство урожая, подсчитает доход, который он с него получит, и мерками в своем воображении начнет он черпать золото, другой же пьет глазами жадной зелень той травы, целует каждую травинку в своих мыслях и дружит с каждым корешком, то, говорю вам, тот второй хозяин законной поля, первый же владеет лишь деньгами. Я говорю вам, если двое в доме находятся, один из них хозяин его, другой же просто гость, и рассуждает первые о стоимости дома, о содержании его, о том, во сколько обошлись ему ковры, серебряная утварь, светильники и многое другое, второй же благословляет сердцем руки, что камни обтесали для дома, руки, что выстроили дом, руки, что ковры соткали, что серебро чеканили, что масло выжили, которое в светильнике залито, и возвышается он духом, прославляя руки, что сотворили все вокруг, то, говорю вам, гость, хозяин дома, а вот хозяин, вьючное животное, несущее тут дом на собственной спине, но в нем не проживающее. Если двое пьет молоко и наблюдают, как в имя матери коровы сосет теленок, и оба размышляют, один о том, что нежное телячье мясо отлично подойдет к столу на празднике по случаю рождения сына, второе, что теленок этот для него молочный брат и чувствует привязанность к бочку и к матери его, то говорю вам, что последний воистину наестся его мясом, а первый же отравлен будет им. Да, многим из того, что наполняете живот, вам сердце следовало бы наполнить. Да, многое из того, чем набиваете карманы, что прячете по кладовам, вам стоит просто видеть и слышать, аромат вдыхать. И многое, что мерится зубами, должно быть перемолото умом. так мало нужно тела для поддержки. Чем меньше вы ему даете, тем больше вам дает оно в ответ. Чем больше вы ему даете, тем меньше возвращает вам оно. Воистину, то многое, что за пределами кладовок и желудков надежнее вас защитит, да и поддержит, чем то, что скрыто в них. Пока вы не научитесь питаться ароматом, берите все, что нужно из сердца Матушки Земли, но не берите больше. Земля щедра и так гостеприимна, что недра ее завсегда раскрыты перед ее детьми. Но как же быть Земле? Куда же ей пойти, чтобы накормить себя? Земля сама должна кормиться. Она отнюдь не бедная хозяйка, и двери ее дома всегда открыты, и ломится стол от яс днем. И как Земля вас в гости приглашает, не пряча, не скрывая ничего, вы Землю тоже в гости позовите и выкажите ей свою любовь и благодарность. О, Мать невыразимая, как ты раскрыла сердце предо мною, чтоб мог я жажду утолить, так вот и я раскрою сердце пред тобою, чтобы могла забрать ты все, что нужно. И если дух ваш, что ведет к вершинам, укажет вам питаться недрами земли, тогда вообще значения не имеет, что можно есть вам и что пить. Однако, если дух участвует в решении, то вам достанет мудрости, любви, чтоб не лишать мать землю детей ее, всех тех, кто в этот мир пришел, чтоб радость жизни, горе смерти, терзание двойности познать. Они ведь тоже к единству движутся, хоть медленно, но верно, и путь длиннее их, чем ваш. Задержите их на пути, вас на пути они задержат. Абимар Поскольку все задумано так, что рано или поздно приходит к концу, почему же я должен переживать, что стал причиной чьей-то смерти? Мердат Да, твоя правда, все живое умирает, но горе все же тому, кто на живое поднял руку. Ведь вы не станете меня просить убить Наронду, зная, что я люблю его, и в сердце нет ни капли у меня кровавого желания. И также воля всеединая не станет требовать от вас убить другого человека или животное, коль не сочтет его пригодным для убийства инструментом. Покуда человек таков, какой он есть, на свете будут и разбойники, и воры, и ложь, и клевета, и войны, и убийства, любого рода темные злые страсти. но горе тем, кто грабит, упевает, лжет или воюет, горе тем, чье сердце ненависть левеет, ведь их, наполненных и горем, и страданием, использует у горя на посылках воля всеединая. Но вы, друзья мои, должны очистить сердце от всякой злобы, чтобы воля всеединая сочла вас подходящими, доверила нести страдающему миру весть радости и свободы от страданий, весть о победе человека, весть о свободе через любовь и понимание. Так учил я Ноя, так учу я вас. Глава 25. День виноградной лозы. Подготовка к празднику. Исчезновение мастера накануне празднества. Приближался день виноградной лозы, и мы, обитатели Ковчега, вместе с Мердадом, и множеством добровольцев-помощников со всей округи, целыми днями готовились к празднику. Мастер работал с таким рвением, что казалось, будто силы его неистащимы. Даже Шамадам отметил это с явным удовольствием. Нужно было очистить от мусора и выбереть подвал Ковчега, вымыть десятки винных кувшинов и бочек, подготовить их для молодого вина, еще большее количество сосудов с прошлогодним вином нужно было расставить рядами во дворе, чтобы покупатели могли отведать их содержимое. Так было заведено в монастыре в день виноградной лозы продавать прошлогоднее вино. Окрестности ковчега тоже нужно было привести в порядок. Множество паломников разбивали палатки под его стенами, торговцы же натягивали шатры и устанавливали самодельные прилавки, на которых они выставляли свои товары. На поляне перед самыми воротами ставили довельный пресс. Виноград привозили на ишаках, верблюдах и молах арендаторы монастырских земель и те, кто щедро одаривал ковчег своими пожертвованиями. Нужно было испечь огромное количество хлеба и приготовить множество разной другой еды, которую во время праздника продавали тем, у кого она заканчивалась или тем, у кого с собой ничего не было. В былые времена праздник отмечали один день, но постепенно, благодаря необыкновенному умению Шамадама из всего делать деньги, он растянулся на целую неделю и превратился в подобие базара, куда стекался весь окрестный люд. Женщины, мужчины различных занятий и национальностей из соседних деревень и издалека. Год от года народа становилось все больше. Графы, принцы и бедняки, земледельцы и ремесленники, торговцы и бездельники, пьяницы и убежденные трезвники, набожные паломники и нечестивые бродяги, монахи из других монастырей, держатели питейных заведений с длинными караванами вьючных животных. Такой была разношерстная толпа, которая дважды в год наводняла алтарную вершину в день виноградной лозы осенью и в день ковчегу весной. Ни один гость не приходил в эти праздничные дни с пустыми руками. Все приносили различные дары, от кисти винограда или сосновой шишки до бриллиантовых и изумрудных ожерельей. Торговцы же должны были платить десятую часть их прибыли в казну ковчег. По традиции в день открытия ярмарки старейшина усаживался на возвышении в беседке у Виты виноградом и оттуда приветствовал и благословлял народ. Затем он принимал и освещал дары и распивал вместе со всеми первый бокал молодого вина. Обычно он сам наполнял сделанную из длинной тыквы огромную чашу и передавал ее одному из братьев, а тот в свою очередь передавал ее гостям. Гости наливали вино в свои бокалы и когда чаша пустела, ее передавали обратно и наполняли снова. Когда же бокалы всех присутствующих были полные, старейшина приглашал всех поднять кубки и спеть гимн виноградной лозе. По легенде этот гимн пел со мной со своей семьей, когда впервые отведал сок винограда. С песней гости осушали бокалы и затем расходились по своим делам. Вот гимн виноградной лозе. Да здравствует священная лоза, да здравствует ее священный корень, нежную ветку питает она, дарит ей сок молодого вина, да здравствует священная лоза. Дети потопа и сироты вы, те, кто идет за звездой, благословите шелест листвы и кровь нежной ветки твой. Да здравствует священная лоза, вы же заложники плоти, сбившиеся с пути, выпив вина поймете, куда вы хотели идти. О лоза, лоза, лоза. Утром накануне открытия ярмарки мастер исчез. Монахи не на шутку разволновались и немедля отправились на поиски. Они искали его целый день и всю ночь при свете фонарей и факелов в монастыре и в его окрестности. Но мастер и свет простыл. Шамадам так беспокоился и так искренне выказывал свое недоумение, что ни у кого не возникло и тени подозрения, что он мог быть причастен к пропаже мастера. Все были уверены, что Мердат пал жертвой какой-то грязной интриги. Празднество началось, но семеро были убиты горем. Они ходили молча, словно тени. Толпа спела гимны и осушила бокалы, старейшим спустился с возвышения, и тут вдруг раздался возглас, перекрывший шум голосов и звон бокалов. «Мы хотим видеть Мердада! Мы хотим слышать Мердада!» «Мы узнали голос!» Это кричал Рустидион, разнесший далеко за пределы монастыря весь о том, как милостив был к нему мастер. Собравшиеся подхватили его слова, и теперь требование увидеть и услышать Мердада стало всеобщим и оглушающим. От этого наши глаза наполнились слезами, и дыхание перехватило. Неожиданно шум стих, и настала полная тишина. Мы едва повеяли своим глазам, когда взглянули на возвышение и увидели мастера, махавшего рукой, призывая собравшихся к молчанию. Глава двадцать шестая. Мердад обращается со страстной речью к гостям, пришедшим на праздник, и освобождает ковчег от мертвого груза. Мердад Вы слушайте Мердада. Он лоза, чей виноград еще не собран, чей сок еще не выпит до конца. Тяжел Мердад от ягод, но сборщики в других садах радеют. Его чаша с соком переполнена, но те, кто пить хотят, скорее вина другого отведают. Пахари, женицы и виноградари, благословляю ваши плуги, ваши серпы и заступы. Какие нивы уже вы распахали, и урожай какой успели вы собрать? Распахана ли мрачная бесплодная земля душ ваших? Сорняками поросла она и превратилась в лес непроходимый, в котором злые звери рыщут и змеи под голодной живут? Вырваны ли корни растений ядовитых, что плели во тьме и подавили ваши собственные корни, и до сих пор сосут их сок и не дают плодам родиться? Обрезаны ли ветви, что изъедены червями и ветрами и сушены? Отлично вы умеете пахать и сеять, и урожай растить в полях земных, в земных садах, сады же ваших душ заброшены, забыты. И тщетным окажется ваш труд, коль прежде чем выйти в поле, вы не потрудитесь в садах самих же пахарей и виноградовей. Я обращаюсь к вам у людей, чьи руки мозолями покрыты, к вам мастеровые, благословляю я мозоли ваши. Друзья от веса веревки мирной, соратники горнила и мехов, рубанка и пилы проводники, умелы вы и сведущие в ремеслах ваших. Умеете измерить вы ширину и глубину предметов, но вот измерить ширину и глубину слою едва ли кто из вас умеет. Искусную форму вы можете придать листу железа, но вы не знаете, как форму эту придать простому человеку. Не можете вы управлять ни волей молотом, ни наковальней понимания. Не выучили вы бесценного урока, что наковальня вам преподает. Урок тот в том, как не желать ответного удара, в тот миг, когда пощечину вы сами получили. Как ловко можете рубанком и пилой вы чудо выпили из древа или долотом из камня шедевр создать. Но человека неотесанного, грубого не может его воспитать, чтоб стал он тонким и изящным. И бесполезны будут все ремесла, коль не потрудитесь вы прежде над мастером самим. Торговцы, кто питается нуждой человека, ее меняя на творение рук людских и на плоды богатой земли, благословляю человека с его потребностями, прекрасные щедрые плоды земли и то, что сделано руками. Благословляю я торговцев, но выгода, которая по сути является убытком, не сыщет благословения в устах моих. Когда в тиши ночной считаете вы выручку дневную, что называете доходом вы, а что убытком? Скорее всего, доходом будут деньги, что получили вы сверх меры. Тогда потерян будет день, что вы в заботах провели. Тот день вы продали за деньги, и неважно, сколь много их вы получили. Убытком будут бесконечные богатства, что дарит вам гармония свет. К свободе непрестанные призывы вы не расслышали, считая деньги. Слыша звон монет, вы не заметили людей, что на пути должны вы были встретить, и не раскрылись их сердца для вас. Когда заботит вас лишь кошелек, как можете вы к сердцу человека путь найти? А если сердце человеческое будет для вас закрытым, то скажите, где же божественное сердце вы найдете? И если сердце Бога вы не отыщете, какой же станет ваша жизнь тогда? И если то, что вы доходами зовете, на самом деле есть одни убытки, огромные не будут и невосполнимы. Напрасной окажется торговля, коль доходом ее не станут ни любовь, ни понимание. Обладатели корона и скипетра. Змеей тот обернется скипетр, что слишком быстро ранит и медлит исцеляющую мазь на рану наложить. А в той руке, которая бальзам любви несет, тот скипетр пристанет светлым жезлом и мрак рассеет и предупредит беду. Внимательно вы руки рассмотрите. Корона из золота и бриллиантов на голове разбухшей от тщеславия, невежества и жажда власти, смотреться будет жалко и нелепо. Корона на подобном виде стали насмешка над хозяином ее. Однако же корона вся в редкостных каменьях смотреться будет слишком бледно на голове, что орелом понимания и победа над собой озарена. Тщательно ощупайте его голову и коль хотите править человеком, то научитесь управлять собой. И может ли волна бурливая с собой нести покой мир? И могут ли глаза, что полнится слезами, блаженно улыбаться сердцу, что убито горем? И может ли рука трусливая, трясясь от страха, твой корабль направить верным курсом? Тот, кто правит людьми, и сам подвластен людям. Поэтому шумит все мир, дела вершат в нем анархии и хаос, и покоя нету людям. Подобно морю, всем ветрам небесным они открыты, подобно морю, и есть у них приливы и отливы, и кажется, что иногда из берегов они готовы выйти. Но так же, как и в море, глубины их спокойны, и неподвластны бурям, что на поверхности бушует. И коль хотите править человеком, придется вам в его глубины заглянуть. Но прежде вы в свою пучину погрузитесь. Для этого вам нужно снять корону и скипетр с державой отложить, чтобы голова была способна мыслить и чувствовать, чтобы могла рука. Пустым и суетным правлением ваше будет. Напрасно станете закона издавать, и хаос породят приказы ваши, коль не научитесь вы управлять капризным человеком, что в вас живет и любит забавляться короной скипетром державы. Монахи, что чадят кадилам и Библию читают, что сжете вы в своих кадилах, что можете вы в книге священной прочитать, янтарной или кровь сожжете вы в кадиле, ту кровь растений, что сочится из ароматных их сердец и застывает на ветру. Та кровь на рынке продается и покупается, а денежная стоимость ее расстройством станет для любого бога. Не думаете ли вы, что аромат их может пересилить зловонье ненависти, жадности и злости, смрад от лживых глаз, коварных уст и алчных рук. Вонь той фальшивой веры, что вера истины себя провозглашает, той бездуховности, что в блаженных небесах трубит. Приятней Богу скорее будет дым тех вещей, что сжет огонь сердечный и то, что пепел их развеян ветрами неба четырьмя. Что сжете вы в своих кадилах? Искупление греха, хвалу или молитвы? Разгневанного Бога уж лучше вы оставьте с яростью его. Того же Бога, что похвалы желает, оставьте его жаждой томиться. А Бог, в чьем сердце ненависть живет, пускай умрет от тяжести на сердце. Но не разгневан Бог, и похвалы ему не нужно. Все это ваше, и ярость, и жажда похвалы, и тяжкий груз на сердце. Неладно, чтобы выжгли желает Бог, а ярость, ненависть и бессердечность, чтобы были вы, как он, свободны и могучи, чтобы сердце ваше кадилом стало. Что ж в книге той священной вы прочтете? Прочтете заповеди, чтобы высечь их из злата на стенах храма и на куполах, или истины живые, которым в сердце поселиться надлежит. Читаете догматы и вещаете потомок с возвышения и логику в помощнике зовете хитросплетению слов, а если нужны и деньги, даже острие меча. Или читаете вы жизнь, которая не догма, чтобы с возвышения учить ее, а путь, который вы пройдете с легким сердцем и со стремлением к свободе, как в храме, так и за воротами его, в любое время суток и днем и ночью, на возвышении или внизу. И если по пути вы не идете и цели вы не знаете своих, то верхом безрассудство будет учить других и призывать их путь пройти. Таблицы или карты или списки цен читаете вы в книге той, где говорится, сколько небо стоит, какую часть земли за это нужно заплатить. Обманщики и ловкачи, приспешники Содома, вы небо продаете за землю человеку, а землю превращаете в ад и человека заставляете бежать с земли, в то время как сами погружаетесь в нее все глубже. Почему бы не заставить человека продать кусочек неба за часть земли? Да, если Библию вы хорошо читали, то показали бы нам всем, как небо на земле устроить. Ведь для того, в чем сердце рай, небесную покажется земля, для суетного шиприземленного землею небо станет. Раскройте небо в сердце человека, стирая все барьеры меж ним и братьями и сестрами его, меж ним и всеми существами, меж ним и Богом. Однако, чтоб свершилось это, самим вам нужно в сердце неба отыскать. Но небеса не сад цветущий, что можно подарить или продать. Он состояние существа, сей рай небесный, и быть в нем можно на земле, на небе и везде, где хочешь во вселенной. Зачем же шею выгибать, глаза таращить, ища то состояние вовне? И ад, то непылающая печь, куда не попадешь ты, молясь ладаном пропахнув. Он состояние сердца, которое с тобой везде, куда бы ни пошел ты, в этой неотмеченной на карте необъятности. Куда ж уйдешь ты от пожара сердца? Как сможешь ты из сердца убежать? Напрасен поиск неба, и не спастись от ада, пока есть тень у вас. Ведь ад и рай то состояние человека, разделенного на части, живущего в дуальности. Как только станет он единым в сознании своем, едином в сердце и едином в теле, не станет тени у него, единой будет воля. До тех же пор всегда одной ногой стоять он будет в небе, другой же будет жариться в аду. Но это ад и есть. Да, это хуже ада иметь светящиеся крылья и ноги полные свинца, уметь надеждой выйти за пределы и вниз с отчаянием упасть, с бесстрашной верой воспарять и раскрываться и вновь от раздирающих сомнений в комок сжиматься. Никакие небеса не станут райом, если для кого-то адом являются они. И ад не может адом быть, если для кого-то это небо. Ведь часто так бывает, что чей-то ад рай для другого и чей-то рай кому-то адом будет. Так значит небеса и ад не два несовместимых состояния. Всего лишь стадии они, ступени на долгом человеческом пути к свободе от добо их состояний. Паломники лозы священной, нет у мирдада неба, что мог бы он продать или даровать всем тем, кто праведно живет. И ада тоже нету, который мог бы он держать как пугало для злостных грешников. И если ваша праведность не станет вашим небом, то расцветет она на день, и ночью вновь вянет. И если греховность ваша не станет пугалом для вас, то днем она уснет, но вновь проснется ночью, лишь только час ее пробьет. Ни ад, ни рай не может приложить мирдад вам, но наградить священным пониманием, что унесет вас ввысь, туда, где нет ни адского огня, ни сада райского. Но не руками, лишь сердце можете вы дар принять. Однако сердце должно быть легким и свободным от всех желаний и стремлений. Одно желание и стремление должно быть в сердце тонн. Желание и стремление свободы обрести и понимание. Ни чужестранцы вы для Матушки Земли, да и земля не ваша мачеха. Вы сердцевина ее сердца, вы сущность сущности ее, и счастлива нанести вас на своей широкой, сильной и устойчивой спине. Зачем же вы хотите нести ее на впалой хилой груди своей и ныть, страдать и чахнуть от невозможности вдохнуть? Полна земная грудь и молока и меда. Зачем же осушаете ее жадностью своей, беря оттуда больше, чем вам нужно? Безоблачен и тих лик ее. Зачем же искажаете его борьбой бесполезной и страхами своими? Совершенным единством является земля. Зачем же разделять ее на части мечами и границами, дробить и ранить? Послушно и беспечно мать земля, выж полны из бесей и забот. И все же вы устойчивее любой земли, любого солнца, любых светил небесных. Закончатся они, умрут и растворятся, но выж останетесь. Зачем же вы дрожите от страха умереть, как лист осенний? Если нету больше ничего, что было бы способно вас заставить почувствовать единство со вселенной, пусть хоть земля поможет вам. Земля лишь зеркало, что ваши тени отражает. Способно ли зеркало быть больше, чем тот, кто отразился в нем? Разве тень человека больше его же самого? Проснитесь же, глаза свои протрите. Вы больше, чем земля. Судьба просторнее ваша, чем просто жить и умереть, родив детей для продолжения рода, чем быть добычей в капкане смерти. Вам предназначено вкусить свободы от жизни и от смерти, от ада и от рая, от всех воюющих противоречий, которые в дуальности живут. Лозой священной, плодовитой, вам суждено в божественном саду, что вечно плодоносит быть. Как ветвь живая землей засыпанная выпускает корни, становится сама лозой, как мать ее, с которой она связана, так и человек, живая божественная ветвь, посаженная в почву божественности, вырастает Богом, постоянно оставаясь с ним единым. И должен человеку засыпанным быть заживо землей, чтобы жизнь он мог восстановить. Да, и еще раз да, коль не похороните себя для двойственности жизни, вы не восстанете в единстве бытия. И если вы не станете есть виноград любви, не сможете напиться вы понимание вином. А если не напьетесь вы пониманием, то поцелуй свободы вас никогда не отрезвит. То не любовь едите вы, когда вы поглощаете плоды земной лозы. Они лишь утоляют малый голод, но возбуждают вас сто крат сильнее. Непонимание пьете вы, испив вина бутылку. Лишь мимолетное забвение боли находится в бутылке твой. Однако когда вы протрезвеете, боль ваша увеличится вдвойне. Бежите вы от самого себя, которого вы ненавидите, чтобы снова повстречаться с ним за первым же углом. Плоды, что предлагает вам мир дат, ни плесени, ни разложению не подвластны. Однажды их отведав, насытитесь вы навсегда. Вино, что он вам приготовил, возможно, будет слишком крепкое для губ, которые боятся обжечься на ветру. Но сердце оно заставит биться и опьянит его самозабвением вечным. Так есть ли среди вас те, кто желал бы моих плодов ответить? Пусть выступят они вперед, корзины подставляя. И есть ли среди вас те, кто жаждет соков моих испить? Пусть чаши принесут они. Тяжел мердат от ягод, и соком переполнен он. Священным днем самозабвения был день лозы когда-то. День опьяненный вином любви, день утопающий в сияющем искристом понимании, день танцев восторженных под взмахи крыльев летающей свободы, день сноса всех барьеров, стирания различий и слияния всего в одном и одного во всем. Но, боже мой, во что сегодня праздник превратился? Он стал неделей показного превосходства, неделей алчности, что жадностью торгует, неделей рабства, что рабство ищет, праздником невежества, что жаждет грубость обольстить. Ковчег, который был когда-то садовником свободы, веры и любви, сегодня превращен в огромный винодельный пресс, в чудовищный базар. И забирает он у вас плоды, что вы растили, и отдает вам отупляющее, сжигающее вас вино. А то, что вы руками сотворили, переплавляет он в оковы для ваших рук, а пот солба он превращает в горячие уголья, что тлеет лишь воспоминанием и морщинами ложатся на лоб ваш. И далеко, о, слишком далеко ковчег сошел с намеченного курса. Но ныне выправлено рулевое колесо. Освободится корабль от груза мертвого, чтобы по волнам жизни плыть легко и безопасно. Поэтому дары вернутся к их дарителям, долги простятся должникам. Ковчег не знает дарителя другого, кроме Бога, а Бог не станет кого-то в должниках держать, хоть перед ним самим вы задолжали. Так учил я Ноя, так учу я вас. Глава двадцать седьмая. Можно ли возвещать истину всем или лишь немногим избранным? Мердат раскрывает тайну своего исчезновения накануне Дня Виноградной Лозы. Говорит о фальшивой власти. Много времени прошло с той поры, как праздник стал воспоминанием. Семеро собрались в убежище вокруг мастера. Мастер молчал, в то время как монахи горячо обсуждали памятные события того дня. Одни восхищались ликованием, с которым толпа восприняла слава мастера. Другие изумлялись странному поведению шумадам, когда десятки долговых расписок были извлечены из казны ковчега и публично уничтожены. Когда сотни бочек с вином были вытащены во двор и розданы бесплатно. Когда множество ценных даров вернулось к их хозяевам. Шумадам не выказал ни малейшего сопротивления, чего мы от него не ожидали. Он лишь молча и неподвижно наблюдал за происходящим, обливаясь горькими слезами. Бенун заметил, что хоть толпа и возликовала, но радовалась она не слова мастера, а скорее освобождению от долгов и возвращению подарков. Он даже мягко упрекнул мастера в том, что тот впустую потратил страстное дыхание на толпу, которая жаждет лишь слазь поесть, напиться и повеселиться. Он говорил о том, что истину не нужно вещать всем без разбору, а только избранным, кто действительно станет внимать ей. Тогда мастер нарушил молчание и произнес «Твое дыхание на ветру, сомнений нет, найдет себе приют в груди кого-то. Не спрашивай, чья это грудь. Заботя лишь о том, чтоб свежим было дыхание твое. Слова твои отыщут чьи-то уши. Не спрашивай, чьи-то уши. Заботя лишь о том, чтобы слова твои воистину вещали о свободе. И мысль невысказанная твоя заставит говорить другого. Не спрашивай, кто будет говорить. Заботя лишь о том, чтоб мысль твоя была озарена любовью, пониманием. помни, ничто бесследно не проходит. Бывает, семена лежат в земле годами, но быстро прорастают, когда их кто-то шевельнет в период подходящий. семена истинно заложены во всех вещах и людях. Твоя задача не сеять семена, а подготавливать благоприятные условия для роста их и размножения. В течение вселенной необъятной возможно все. Свободным может стать любой. Поэтому твоя задача поведать о свободе всем и тем, кто жаждет вершин достичь, и тем, кто на земле остаться хочет. Ведь даже те, кто роется в земле, однажды голову поднимет и возжелает в небо улететь, достичь высот и побывать на солнце. Никастер до сих пор, несмотря на наши постоянные просьбы, мастер так и не раскрыл нам тайну своего исчезновения накануне праздника. И это приводит нас в уныние. Разве не достойно моего доверия? Мердат достойной любви моей и моего доверия достоин? Доверия или больше, чем любовь, Микастер? И разве свое сердце я вам не отдаю все без остатка? И если я не говорил о тех печальных событиях, то лишь потому, что Шамадаму время раскаяться хотел я дать. При помощи двух незнакомцев он силой заставил меня выйти из убежища и в пропасть меня столкнул. Несчастный Шамадам не мог он и помыслить, что даже бездна черная руками нежными Мердата примет и ступени ведущие к вершине сотворит. Услышав это, мы преисполнились благоговение и замолчали, не осмеливаясь спросить, как мастер вышел невредимым из той ситуации, что для другого неминуемо завершилась бы смертью. Долго мы хранили молчание. Химбал Но почему Шамадам подвергает мастера гонениям, в то время как мастер любит Шамадама? Мердат не мастера желает уничтожить, желает прочь он выгнать Шамадама. Ведь наделите вы слепого властью и вырвет он глаза всем остальным, кто видит, даже тем, кто над его глазами потрудился, прозреть ему помог. Дайте рабу свободу хотя бы на день, и в огромный рынок неводников весь мир он превратит, и прежде всех, о кого он наденет на того, кто за его свободу кровь пролил. Фальшива любая светская власть. Она вонзает когти и, угрожая, бряцает мечом, спесивая перед толпой проходит, сияя золотом и серебром. Все это нужно ей лишь для того, чтобы никто не видел сердце ее фальши. И трон ее шатаясь на острие копья стоит, а душу тщеславием охваченную прячет она за колдовские амулеты, чтобы никто не видел пустоты ее. Такая власть проклятие шоры для человека, что жаждет испытать ее. Любой ценой она держаться станет, и даже при угрозе разрушения человека, и тех, кто подчиняется ему, и тех, кто не согласен с ним. Из-за жажды власти люди не могут жить спокойно. Одни все время борются, чтобы удержать ее, другие, не обладающие ее, стремятся вырвать ее из рук чужих. И в то же время человек, тот бог в пеленках, ногами попран, оставлен без присмотра, без надежды и любви. То битва не на жизнь, а на смерть. Безумно воины ей увлечены, и ни один из них не скинет маску с фальшивой той невесты, за которую так борются они, и не покажет всем ее уродство. Поверьте же, друзья, нет власти той, из-за которой стоит волноваться. Лишь власть святого понимания бесценна, любую жертву можно ей принесть. Вкусив ее однажды, отказаться вы от нее не сможете, и с нею останетесь вы навсегда. Слова ваши сильнее всех легионов мира будут, а поступки благодеяниями станут, о которых все власти мира могут лишь мечтать. Ведь понимание это щит, а армия любовь. Но не тиранит, не преследует она. Она как дождь желанной для иссушенного сердца. И тех, кто отвергает любовь и попирает, она благословит не меньше, чем тех, кто жаждет напиться из источника ее. В своих она уверенная сил не ищет подкрепления извне. Бесстрашная не пользуется страхом, чтобы собой озарить кого-то. Как беден мир, лишен он понимания, поэтому так жаждет он ту нищету прикрыть хотя бы покрывалом ложной власти. А власть же обладает фальшивой силой, и оба впускают страх. Страх же их и уничтожит. Всегда так было, что слабые объединяются в союз, чтоб слабость защитить и приумножить. Мирская власть и грубая мирская сила шагают вместе плечом к плечу, гонимые кнутами страха. Ежедневно платят они невежеству войной и кровью и слезами. Невежество коварно улыбаясь твердит, «Отлично, очень хорошо!» то Шамадам воскликнул Шамадаму, когда он черной пропасти меня вручил. Но он и не подумал, что, бросая Мирдада в бездну, в пропасть себя он бросил сам. Не поглотила Мирдада бездна. Шамадаму же придется долго потрудиться, царапая ногтями стены в темноте, чтобы выбраться оттуда. Погремушкой является та власть мирская. Пусть тот, кто ничего не смыслит в понимании, играет с нею, собавляясь как дитя. Но вы не должны навязывать себя, ведь то, что силой насаждалось, то рано или поздно отвергнуто той силой будет. Не ищите власти ни над кем, то дело в воле всеединой. И не ищите власти над вещами человека, ведь человек столь сильно к ним привязан, почти как к жизни. Ненавидит всех он, не доверяет тем, кто хочет из оков его освободить. Ищите же путь к сердцу человека через любовь и понимание. Найдя же, вы с легкостью его освободите от цепей. Но на этом еще не конец, вернее, все только начинается. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на этот канал обучения, общения и саморазвития, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее, развиваясь вместе с нами и нашими экспертами. А главное, общаясь с огромным сообществом, развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео, напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт Портал обучения и саморазвития, где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвования и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня. А сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра! Субтитры создавал DimaTorzok